Всем привет! Меня зовут Инга, я преподаватель русского языка. Сегодняшняя тема – правописание не с разными частями речи. Каков наш план? Сначала мы поговорим о правописании не с именами существительными, прилагательными и наречиями на ое, и затем вспомним правописание, правила правописания не с глаголами. Итак, во-первых, мы должны помнить, что в отношении имен существительных, имен прилагательных и наречий, которые оканчиваются на ое, действуют общие правила. Мы помним, что не с именами существительными, именами прилагательными и наречиями, которые оканчиваются на ое. Может быть написано слитно, может быть написано раздельно. Начнем с слитного написания не. Мы должны помнить, что не пишется слитно с указанными частями речи, если слово без не не употребляется. Ну, например, незабудка – это существительное сне напишем слитно, потому что в русском языке не существует такого слова забудка. Ненастный – это прилагательное сне. Это прилагательное тоже пишется слитно, поскольку в русском языке не существует такого прилагательного насный. Невежественное – это наречие, которое оканчивается на о. Сне пишется это слово слитно по той же причине. В русском языке не существует слова вежественное. Когда же еще не пишется слитно? Не пишется слитно, если слово можно заменить синонимом без не. Ну, например, нездоровье. Это существительное сне пишется слитно, поскольку это существительное можно заменить синонимом болезнь. Синоним это близкое по значению слова. Неглупо, это прилагательное. Сне пишется слитно, поскольку есть синоним умный. Нехорошо это наречие пишется сне слитно, потому что можно подобрать синоним плохо. Далее мы должны сказать о тех случаях, когда не с указанными частями речи пишется раздельно. Не пишется раздельно, если есть противопоставление союзом А. Ну, например, не здоровье, а болезнь. Не глупый, а умный. Нехорошо, а плохо. Есть противопоставление союзом А во всех трех случаях, поэтому не пишем раздельно. Не пишется раздельно также в том случае, если есть слова, которые усиливают отрицание. Такие слова как вовсе, далеко, совсем, отнюдь, ничуть, нисколько. Если мы видим эти слова рядышком сне, то не с словом напишем раздельно. Например, совсем не глупый. Здесь прилагательное глупый сне напишем раздельно, потому что есть слово усиливающее отрицание совсем. Ничуть, не умный. Не с прилагательным умный тоже напишем раздельно по той же причине. Здесь есть слово усиливающее отрицание, слово ничуть. Далеко не плохо. Здесь не тоже напишем раздельно по той же причине. Кроме того, мы должны помнить, что не с именами существительными, именами прилагательными и наречиями пишется раздельно, если слово нельзя заменить синонимом без не. Ну, например, он не учитель. Мы не можем подобрать синоним к предполагаемому слову не учитель. Он не учитель, а кто? Инженер, может быть, врач или спортсмен. Мы не можем подобрать синоним, поэтому не пишем раздельно. Не синий карандаш. Если карандаш не синий, то какой он? Желтый, красный, зеленый. Мы не можем подобрать синоним, поэтому не в данном случае пишем раздельно. Не деревянный стол. Тоже не можем подобрать синонимы по той же причине. Не напишем раздельно. Следует обратить внимание на то, что прилагательный деревянный относится к разряду относительных прилагательных, поскольку это прилагательный обозначает материал, из которого сделан предмет. Относительные прилагательные с не пишутся практически всегда раздельно. Это нужно запомнить. Не мамин костюм. Здесь мы тоже не можем подобрать синоним. Не мамин, а чей? Дедушкин, бабушкин или папин? Не можем точно это знать, поэтому не напишем раздельно. Нельзя подобрать синонимы. Следует обратить внимание на то, что прилагательное мамин относится к разряду притяжательных прилагательных, поскольку это слово обозначает принадлежность предмета определенному лицу. Притяжательные прилагательные, также как и относительные прилагательные с не пишутся раздельно. Далее мы поговорим о правописании не с глаголами. Мы должны помнить, что обычно не с глаголами пишется раздельно. Ну, например, он не читает новости или она не ест апельсины. Однако существует все-таки пара случаев, когда не с глаголами пишется слитно. Не с глаголами пишется слитно, во-первых, если глагол без дне не употребляется. Ну, например, мне не здоровиться. Нет в русском языке такого слова здоровиться, поэтому не с глаголом пишется слитно. Он негодует. Глагол негодует также напишем слитно, поскольку в русском языке не существует такого слова, как годуит. Или Коля ненавидит физкультуру. Слово ненавидит тоже без дне не употребляется, поэтому не напишем слитно. Не с глаголами также пишется слитно, если не входит в состав приставки не до. У этой приставки есть определенное значение, значение недостатка, нехватки чего-либо. Ну, например, мне недостает времени. Это значит, что у меня очень мало времени, мне не хватает его. Здесь приставка не до. Приставка пишется слитно. Я не досыпаю. Это значит, что я мало сплю, мне не хватает сна. Здесь мы тоже видим приставку не до. Мне пишется, конечно же, слитно. Рассмотрим еще несколько примеров. Люди недоедали во время войны, и дети недоедают свой завтрак. Обратим внимание на первое предложение. Люди недоедали во время войны. Что это значит? Это значит, что у людей было мало еды, им не хватало еды. Здесь приставка не до, со значением нехватки, недостатка чего-либо. Другой пример. Дети недоедают свой завтрак. Здесь мы уже не можем обнаружить значение нехватки, недостатка чего-либо. У детей, скорее всего, достаточно еды. Они просто не завершают действия до конца. Они недоедают свой завтрак. Другая пара примеров. Няня не досмотрела за ребенком, и мы не досмотрели фильм до конца. Обратим внимание на первое предложение. Няня не досмотрела за ребенком. Что это значит? Это значит, что няня уделила ребенку недостаточное количество внимания. Скорее всего, это привело к каким-то неприятным последствиям. Здесь значение нехватки, недостатка чего-либо. Мы можем утверждать, что здесь приставка не до, не пишем слитно. Второе предложение. Мы не досмотрели фильм до конца. Здесь мы не видим значение недостаточного количества, нехватки чего-либо. Здесь есть значение невыполненного до конца действия. Поэтому не напишем в данном случае раздельно. Итак, мы поговорили о правописании не с разными частями речи. На этом наше занятие окончено. Спасибо, пока!